Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас обзор Белли Пегант, модель 2000 года выпуска. Находится у нас по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Караван полностью растаможен. Это полноценное трехместное размещение с отдельным санузлом. Стоимость данного каравана 372 тысячи рублей. Караван укомплектован палаткой полноценной. В комплекте собственник отдал ее. Караван с горячей водой, с мультифункциональным отопителем. Холодильник хороший уже стоит. И, в принципе, прекрасные размеры, высокий клиренс. Разрешенная максимальная масса 910 килограмм у данной игрушки. Трехстворчатые пакеты спереди стоят. Давайте по традиции. Сцепное устройство Алка с боковым компенсатором. С тормозом накатного типа. В данном случае идет 7-пиновая розеточка. И серая розетка агрегатная. Которая в пути при подсоединении к вашему автомобилю будет работать холодильник от 12 вольт. И заряжаться в собственный аккумулятор. В принципе, больше эта розетка серая ни для чего не нужна. На таких автомобилях, как Range Rover, Land Rover, у нас были покупатели. Эта штатная розетка стоит уже в комплекте. Можно, в принципе, есть такие переходники. Две вот эти вот вилочки вместе стыкуются. И там уже 13 пинов. То есть, для того, чтобы многие спрашивают, как сделать так, чтобы заряжался. В принципе, взять распиновку серой розетки. Сделать на автомобиле выход. И будет заряжаться аккумулятор во время движения. И работать, соответственно, холодильник. Ни свет, ни остальные какие-то агрегаты в данном случае работать не должны. Это конструктив. Багажничек у нас на два газового баллона рассчитан. Здесь пластиковый короб. Силовой нагрузки никакой иметь он не должен. Максимум палатка. Подоконничек в отличном состоянии. Досочка целая. Боковушки у нас тут все целые. Здесь у нас требуется только шланг и редуктор. Здесь встроенного редуктора нет для работы газового оборудования. У нас все это есть на месте. То есть, если вам необходимо, все поставим. В принципе, это 10 минут все занимает. Пакеты в данном случае все маркированные. Кому это интересно. Год 2000-й, повторюсь. Смотрите, ищите, где ее в Вине. Так, палатка у нас ставится на две стороны. Это, соответственно, расширитель с двух сторон на ролете. Ролета без единого повреждения какого-либо. Завеса. Кассета тут в форме у нас стоит в туалете. Кассета большая, 15-литровая. Бачок смыва находится сверху. Он где-то порядка тоже 15 литров. Ну и, соответственно, септик синего цвета вниз. Септик красного цвета для смыва вверх. На холодильничек сейчас поставлены зимники. Ну, просто чтобы не потерять вот такие вот планочки. Выход. Выхлоп. И забор воздуха. Вот газового бойлера Carver. Место подключения насоса. Помпа. В данном случае у нас по... С правой стороны шины замены не требуют. Шины одинаковые, китайские. Ну, как показывает практика, сейчас 95% караванов приходят на эти шины. Рама по состоянию великолепнейшая. Штатно вин набивается под... Точнее не под, а рядышком с правой передней лапой. Ну, там находится. Резина жгут в отличном состоянии. Никаких тут провесов и затиров нет. В принципе, фанера тоже в прекрасном состоянии. Никаких нет тут расщеплений. Как это бывает, иногда намывает водой. Запасочка у нас там внизу находится. В принципе, все достаточно стандартно. Так, это темные, маркированные. Так, карман с одним стеклом. Это стекло санузла. Но это мы еще внутри успеем посмотреть. Такая, с современными уже фонарями. Наш сайт. Так, аналетка для палатки. По левой стороне над входом. Тоже она такая. Вполне приличная. Здесь у нас выход антенны телевизора. Для того, если захотите в палатке посмотреть, 220 в палатку. Место подключения 220 вольт и место для хранения штатного аккумулятора. Так, сейчас резиночка. Очень плотно не закрываются эти ящички. Резина такая же. В принципе, по кузову абсолютно без нареканий. Ни единого скола нигде нет. Так, ну, планировка у нас это стандартная. Была она неоднократно. В том числе и даже с такими обивками уже были у нас караваны. Панорамный люк в зоне пребывания. Лючок у нас есть с приточно-отточной вентиляцией здесь. Хорошая штука. Находится он прямо как раз над плитой. Это очень актуально. Размеры диванов 1,90 на 2 в разложенном состоянии. То есть, достаточно большое спальное место получается. Вот она, палатка лежит внутри. Все окна у нас с москитными сеточками и фольгированы их частью. Дабы не портить пакеты, фольгированная часть закрывается на 2 третьих максимум. Это на пакетах частенько сейчас пишется. То есть, в принципе, главное сначала прочитать, а потом сломать. А не наоборот, как принято в России. Уплотнительная резиночка. Везде мы видим, никакого герметика нет. По правой стороне то же самое. Уплотнительная резиночка. Никакого герметика. Все как положено. В принципе, я думаю, что этого будет достаточно. Давайте по оборудованию. Холодильник у нас электролюкс с большой морозилкой. Работа у него от 12 по серому штекеру 220. И газовая часть. Здесь у нас для запуска холодильника необходим аккумулятор или подключение к 220. Потому что он идет с газ-контролем и автоматической пьезой. Отопление Carver. Здесь у нас идет газовая часть. Соответственно, здесь у нас тоже необходим аккумулятор для старта. Там накопитель находится и раздув, и работа от ТЭН. Пульт управления космическим кораблем находится вот здесь. Здесь мы видим все автоматы, предохранители. Выбор источника работы агрегатов от своего аккумулятора. Или по серому штекеру от автомобиля. И включение-выключение насоса помпы. Здесь у нас находятся розеточки. Вот это 12-ти вольтовая розетка с разветвителем на антенный провод. И 220-ти вольтовая розеточка. Макулатура всяческая. Вот каравана там. То есть, в принципе, кто не против по-английски потренироваться, почитайте, все найдете. Бойлер 5-литровый в данном случае у нас стоит с датчиком заполнения. То есть, сначала бойлер датчику заполнения набирает в себя, потом уже раздает. Здесь мы по-английски немножко отодвинуем. Здесь мы увидим вот эта работа бойлера от 220. Это включение работы бойлера от 12-ти вольт. От газа. То есть, нам надо, опять же, 12-ти вольт для того, чтобы работала пьеза. Чтобы он запустился. И потом начинает уже работать от газа. При этом, конечно же, обязательно смотрим на то, чтобы выхлоп снаружи не был забит какими-то там веточками, ватой. Там птички всякое могут натаскать и воздуху глотнуть будет бойлеру. Интегрированная кухня представляет собой классику британскую. То есть, здесь у нас холодильничек. Мы смотрели его с большой морозилкой. Четырехкомфорочная газовая плита. В очень просто великолепном состоянии она. Газовый гриль. Духовочка. Тоже в великолепнейшем просто состоянии. Даже вот можно посмотреть по стеночкам. По датчикам. Так, место для хранения кастрюлик и сковородок. Вот здесь вот у британцев есть вот такие travel lock, так называемые. Вот он даже указан. Это не открывались эти поддонники во время пупси. Здесь мы видим газовые краны. Горячая вода. Духовка, холодильник. Все подписано. Вот так же мы там видим распиновочку по воде. Горячая, холодная. Соответственно, по цветам шлангов. Вот, конечно, вот этот travel lock очень неудобен. Рядышком здесь находятся сушилки для чистой посуды. И место для ложечки вилок. То есть, в принципе, кухня очень интересная, компактная и все есть. Окна также с москиткой, фольгированной частью. Здесь у нас подсветочка рабочей зоны. Уже место для хранения каких-то, либо можно кухонных вещей. Заодно посмотрим уплотнитель. Штатный. Без герметика. В походном состоянии это может быть вот так вот закрытое все. По традиции насос, помпа. Досочка у нас лежит в раковине. Насос в данном случае, подточнее, не то, что насос, а подключение. В данном случае вот такого типа. Насосы все эти универсальные. Они есть уже спокойные в Рунете. В том числе, рекомендуем с собой иметь 1-2 в запас. Это 100% для того, чтобы не остаться без воды на отдыхе. Так, ну, давайте уж дойдем теперь до санузла. Санузел раздельный, очень шикарный. Полноценный унитаз. Здесь у нас находится унитаз с механической помпой смыва в данном случае. Ну, для кого-то это хорошо, но для кого-то нет. По мне так это надежнее, чем насосики. А датчик заполнения кассеты, батареечки там снаружи две. Есть для того, чтобы увидеть, что он полный. Раковина для умывания такая. Тоже горячая и холодная вода, очень красивая. И душевая кабина, леечка души здесь есть. Бандон абсолютно целый, без трещин и сколов. Вот это не трещина, это просто грязь. В принципе, достаточно широкая даже для рослых и крупных людей. Все это дело закрывается. Здесь есть такая вот уже дверка. В принципе, светло, красиво. Место для хранения вещей есть. Даже вот видите, под плечики, чтобы не шумели, у собственника сделана такая какая-то шумоизоляция от труб. Угольная водителька хитрая, как говорится. Все равно наши клиенты, сколько нам не присылают, не перестаем удивляться, как дорабатывают, кому, как говорится, что приснилось, кто во что гораздо. Так, ну, давайте немножечко подытожим. Караван 2000 года, Белли Пигант, вес 910 килограмм, стоимость 272 тысячи, самый полноценный комплект, мультифункционал-отопитель, мультифункционал-бойлер, палаточка в комплекте, панорамный люк. В общем, этот красавчик живет у вас у нас на площадке Псков Николая Васильева 82А. Мы есть в Инстаграме Авточойст Псков, мы есть на Ютубе, Авито, Дром, то есть на любом заказанных ресурсах по указанным номерам. Вы можете попросить побольше фотографий, кому что не хватает, мы вам обязательно по возможности ответим, пришлем. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому что не понравилось. И до новых встреч!